Всем привет, друзья! Сегодня вашему вниманию я хочу представить коляску, которая сейчас есть в ассортименте сети магазина First Baggy. Коляска от бренда Corella, моделька называется Alpha. Это легкая колясочка 2 в 1. Ее вес действительно около 10 кг, поэтому легкая она не просто так. Вот. Corella российский бренд, если вдруг кто не знал, я перед обзором самые важные базовые технические характеристики вам назову. Подробная информация вся, детально, вся полная будет по ссылке в описании. Вот. Смотрите, вес с люлькой колясочки у нас 10,6 кг, с сиденьем 10,5 кг, разница всего в 100 г. Эта спинка имеет очень хороший диапазон в прогулочном блоке, естественно, мы до него дойдем, 115-170 градусов. Отличная посадка. Вообще, коляска предразумевает, что можно катать ребенка до 4-5 лет, потому что 22 кг она выдерживает вес ребенка. Что мне очень понравилось. Ширина колесной базы 53 см. Куда угодно вы заедете, в любой проход, лифт, нигде ограничений у вас толком не будет. И, что мне понравилось, в такой легкой колясочке полноразмерная люлька 76 на 31. Очень большая, классная люлечка. И зимой можно хорошо катать. В комплекте, кстати, будет идти сумка-рюкзак, вы видите, и москитная сетка, и на люльку на прогулку, и дождевик, соответственно, тоже. И на люльку, и на прогулку. Сразу хочу обратить внимание на люлечку. С нее и начнем изучение. Что у нас обычно в России хотят видеть. Обязательно хотят видеть, чтобы вот этот бортик был максимально высокий. Он здесь настолько большой, что сверху остается такой маленький зазорчик. Все фиксируется. Есть смотровое окошечко для мамы, чтобы, ну, для папы, мамы, для родителей, чтобы могли за ребеночком смотреть. В общем, вот эта часть самая лучшая, что на сегодняшний день есть. И всем это нужно. Что касается, кстати, друзья, ткани. В других обзорах на этот бренд я говорил, что мне кажется, что немножко недооценен бренд по цене. Вот она относительно нормально, недорого стоит. А получаем мы такие материалы, что используются обычно в более дорогих колясочках. Я к тому, что ткани прекрасные, приятные, качественные ткани, тактильно приятные. В общем, ткани у меня ноль претензий. И ткани толстые. Это не один слой, а многослойные здесь вот все. Поэтому оно и не продувает, и все хорошо, и хорошо защищает ребеночка. Также у нас есть ручка для транспортировки в эко-кожи. И здесь снизу нет отверстия. Туда капать ничего не будет. Все закрыто. Ручка здесь просто отдельно как бы выполнена. Если вам нужно, можно этот козырек увеличить еще. Вот, пожалуйста. Вот у Bugaboo очень дорогого бренда. Вот так хорошо, сильно опрокидывается козырек. А мы это получаем здесь. Также у нас здесь есть возможность открыть. Все на магнитике. Это все фиксируется плотненько, хорошо. Также, кстати, в самой люльке, если вдруг летом гуляете, можно вот эту часть открыть, чтобы проветривать, чтобы ребенок, если на животике любит лежать, можно спокойно ему лежать и смотреть, обозревать, изучать, как говорится, мир. Тоже это не во всех колясочках встречается. Даже, ну сейчас все больше и больше начинают это делать. Но пока что на сегодняшний момент не так уж много производителей делают вот это отверстие, скажем так, эту секцию. Давайте посмотрим сюда. У нас тут накидочка фиксируется на замочке. Что такое? Ой, неправильно взялся. Вот что мне нравится. То, что мы можем... Ну, во-первых, здесь все это плотно, хорошо фиксируется. И мы на замочках с двух сторон открываем. И у нас очень удобный доступ. Не в бок, чтобы на кто-то там сваливалось, а просто как книжечка откидывается сюда, и все. Вот видите, у нас здесь это вот смотровая часть. Очень хороший плотный матрасик толстенький. В общем, внутреннее убранство здесь очень хорошее. Она еще и очень глубокая, кстати, люлечка. Поэтому к люльке вообще ноль вопросов. А вот эта часть, она просто, ну я не знаю, мало кто. Настолько высокий этот бортик делает, друзья. Поэтому сомневаюсь, что к люльке вы сможете-то чего-то докопаться. Так, давайте посмотрим теперь на основании люлечки, есть ли у нее ножки. Потому что это очень важный момент. Ножки есть, плюс каркас. Можем ставить на любую поверхность, и ничего у нас не повредится. Так, давайте поставим прогулочный блок и посмотрим на него. Вот, кстати, идет вот такая вот накидочка на ножки прогулочной блоки. Она одевается на прогулочный блок внахлёст. Блок, естественно, реверсивный. Он и по ходу, и против хода ставится. Поэтому, само собой, вот о чем я говорил. Мы можем прямо вот сюда, прямо на подножечку сверху натягиваем. Здесь на кнопочках все фиксируется. Бортик можно этот еще поднять. И ребенку будет там очень комфортно, уютненько. И не будет ему ничего задувать. Здесь накидка толстая, очень много наполнителя, намягенькая. И непродуваемая, само собой. Так, накидочка отличная. Теперь давайте 115 градусов, о которых я говорил. Вот, видите, почти капитанская посадка. Как по мне, очень здорово. Потому что многие родители хотят, чтобы спинка не была сильно завалена назад. Здесь, пожалуйста, как в автобусе. Как в Геленвагене. С посадочком. Все хорошо у нее. Также у нас есть возможность следить за ребенком. Здесь все закрыто. Смотровая окошечка туда не капает, не продувает ничего. Вот так у нас увеличивается козырек. Давайте я сейчас с открытым козырьком положу ее в 170 градусов. И посмотрите, насколько он закрывается. Ну, плюс накидка на ножки. И, в принципе, нормально. Можно ребеночка катать круглый год. Так, что касается самого сидения. Друзья, что классно. Спинка очень высокая. Тут у нас тоже есть бортики. Пятиточные ремни, мягкие накладочки везде. И на паховой зоне, и на плечевой, само собой. Есть перемычка, которую можно вот так вот убрать. Бампер у нас, соответственно, тоже как калиточка откидывается. Он обид, кстати, классной эко-кожей. Эко-кожа вообще в Corella мне нравится, какой они используют. Это мягкая, приятная эко-кожа. С хорошей прострочкой. Толстые ручки. Очень удобно за них держаться. В общем, здесь у меня ноль вопросов. Что еще хорошо, что в подножке они сделали основание из эко-кожи. И эта часть, ну, это практично, друзья. Потому что это все можно легко протереть. И будет здорово. Так, давайте взглянем с вами на рюкзачок. Что он из себя представляет? У нас получается вот такая возможность одеть. Имеется здесь все в сеточку, чтобы дышало, чтобы спинка у мамы меньше потела. И, соответственно, внутри начиночка. То, что я вам говорил, дождевики, москитки, куча кармашков, отсеков. В общем, с этим все хорошо. Очень практично и удобно. И он не такой огромный, знаете, как бы здоровые такие сумки. Нет, все четенько, стильненько. Так, убираем в стороночку. Теперь, друзья, давайте посмотрим с вами на раму. И посмотрим, что она из себя представляет в основании. Собственно, друзья, вот мы видим раму. Как я уже говорил в обзорах на другие модели Corella. Сборка классная, подгонка непосредственно всех элементов. Очень плотная, никаких зазоров, люфтов, скрипов. Ничего я не заметил. Все очень добротно и хорошо. Вот реально у меня вопросов нет. Колеса у нас здесь просто резиновые. И даже вот просто берешь вот колесо и чувствуешь, что оно качественно выполнено. Все, вот ощущение коляска создает очень качественные вещи. Вот, у нас получается есть амортизация. Вот, и передние колеса можно заблокировать ровно, если какую-то неровность преодолеваете. Так, давайте взглянем на багажник. Багажник у нас тут почти закрытый. Сверху вот такой навесик. Чтобы попасть в багажник, нам нужно на магнитике это все работает. Отодвигаем и накидываем все, что нам туда нужно. И вот так все это закрывается. Заявляет производитель, что можно класть туда до трех килограмм. Ну, по факту обычно они больше удерживают. Это, мне кажется, с запасом. Тормоз здесь, получается, просто нажали. И плохо, что нужно обязательно обувью отковырнуть снизу, чтобы разблокировать. Иногда это можно обувь свою и попачкать таким образом. Так, собственно, вот такая вот история, друзья. Так, собственно, друзья, посмотрели мы с вами на основании. Разобрались. Все качественно, все хорошо. Кстати, еще один момент забыл вам показать. Здесь на спинке есть возможность у нас, видите, поднимать непосредственно по высоте козырек. Это очень полезно, когда ребенок, рук высокий будет, чтобы он не упирался головой. Спокойно подняли. Все здорово. Так, и теперь самое интересное. Коляска легкая. И хотелось бы, чтобы она еще и вдобавок хорошо и удобно складывалась. С этим все здесь очень даже хорошо. Нам нужно спиночку. Кстати, она вся перфорированная, чтобы дышала. И летом меньше потел ребеночек. Все, так вот делаем. Потом на кнопочку здесь нажимаем. Одну, вторую. И толкаем вниз. И все. Колясочка у нас вот таким образом сложилась. И получается очень компактная, миниатюрная конструкция. В принципе, обычные всесезонные книжки-коляски выглядят именно вот так вот в сложенном виде. И они такие уж и большие. В общем, как по мне, все хорошо. Здесь, я не помню, катить ее можно. Ну, как бы не очень, конечно, можно. Вот. Чтобы ее разложить, важный момент. Кнопочка здесь. Нажимаем, и механизм разблокируется. И выставляем все в рабочее состояние. В общем, вот такая история. Древесивный блок вдруг кто забыл. Можно развернуть к родительным лицам. Так, друзья. В принципе, всю информацию, которую я хотел донести, я вам донес. Вообще, по бренду Corella. И в том числе и по этой коляске. Мне вот, не знаю, ни одна модель, вот что я посмотрел, меня не разочаровала. Мне понравились они все, без исключения. Как таковых каких-то минусов, как бы это сейчас громко не звучало, я не нашел. Вот. Поэтому, как бы, нельзя, я не могу их не рекомендовать к рассмотрению при выборе. Цена-качество. Вот, отличное предложение. Реально, вот она по ощущениям стоит дороже. Но, по факту, стоит дешевле. Это же приятно. Вот. Собственно, вопросы остались. Комментарии открыты. Пишите. Там пообщаемся с вами. Вот. Я лишь хочу пожелать сделать вам грамотный выбор. И удачи на дорогах. Пока. Пока.